Могилёвский автовокзал в текущем году празднует 50-летие. Его здание строилось по типовому проекту, победившему в конкурсе типовых стационных зданий в СССР. Сегодня от автовокзала отправляются автобусы по 53 пригородным, 30 междугородним и 8 международным маршрутам, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Смоленск и Ригу. Ежемесячно выполняется без малого 5000 рейсов. Ежедневно обслуживается около 2000 пассажиров. Знаменитый Могилёвский танк Т-34 может сменить место дислокации. На заседании госполкома уже рассмотрели вопрос о переезде с улицы Кубовского на транспортную развязку в проспект Мира улицы Космонавтов. Нынешнюю прописку танк, символ освобождения Могилёва от фашистов, получил в 1945 году. Воплотить идею переноса планируют в следующем году, во время реконструкции улицы Кубовского и ремонта теплопровода около МГУ имени Кулешова. Масштабный праздник, посвященный Дню Знаний, готовится в Могилёве. Те желающие приглашаются на набережную Дубровенки. Мероприятие стартует 1 сентября в 12 часов дня. Спортивные школы и учреждения дополнительного образования проведут свои презентации. А юные могилевчане смогут прямо на месте записаться в любой понравившийся клуб или кружок. Гостей праздника ожидает концертная программа. Международный пленэр по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве» стартовал 15 августа. Он проходит в 22-й раз. В этом году форум живописцев, посвященный 145-летию со дня рождения Витольда Белыницкого-Берули, стартовал в Туле. А 24 августа пленэр переместится в Могилёв, где к нему присоединятся новые участники. Пока градостроители воплощают в реальность генплана Могилёва, в отдельно взятых дворах сами жильцы занимаются благоустройством. Лавочки-песочницы, качели-карусели и за всем этим хозяйством наблюдают сказочные персонажи. Красота! Этот двор – пример того, как местная ЖЭУ и жильцы могут найти взаимопонимание. В начале года инициативные жители встретились с коммунальными службами и попросили облагородить их кусты. Те, в свою очередь, предложили самим жителям нести посильную лепту. Кто-то помог материалами, краской, кто-то может доски достать, потому что вот что фигуры мы делаем, там люди нам помогают. У кого-то есть на даче арматура, ну вот такое, все подсобное, так сказать, хозяйство. И в результате получаются прекрасные идеи. Реализовав одну идею, местные жители уже готовы двигаться дальше. А то, что тратили свои средства, говорят, не жалко. Зато сейчас нам есть где погулять. Деткам хорошо. После садика прийти, отдохнуть мамочкам, посидеть где-то, поболтать между собой. Поэтому нет, мы ни о чем не жалеем. Мы посадили деревья, будут расти вместе с нашими детьми, посадили цветочки. Ну, вы видите сами, какая красота. Расскажите, часто сюда ходите? Каждый день, когда с садика идем, ребенок просит зайти. Ему нравится на этой площадке. Ну, с тех пор, как построили площадку, практически каждый день приходим. В планах уже поставить и спортивное оборудование. Выбор уличных тренажеров огромен, выпускает его и Могилевский завод Ольса. В этом году у нас уже их 14. Мы руководствуемся, каждый из наших тренажеров разработан под специальную группу мышц. Мы привлекали специалистов, чтобы разработать данные модели. Пытаемся, тем самым пытаемся отвлечь современную молодежь от компьютеров. Не сидят за гаджетами и дети со дворов по улице Турова. Ну, играем в футбол. Играем в футбол. Петуха. Раньше приходилось туго, говорят мальчишки. Штангами ворот были в портфеле и рюкзаке. Но в начале лета новые ворота с баскетбольными кольцами привез один из жильцов дома. Где он живет? Он в пятом подъезде на десятом этаже. Помогали ему делать? Да. Это еще один пример того, как жильцы домов благоустроили свой двор. На этот раз без помощи ЖЭУ. Коммунальники, в свою очередь, собираются в этом дворе привезти в надлежащий вид несколько детских и спортивных конструкций. Это прописано в плане благоустройства города на 2017 год. Всего в Могилеве обновят 373 конструкции, которые обязательно помогут горожанам поддерживать здоровый образ жизни. Его рабочий день расписан по минутам. Сергей Монастыренко – директор Могилевского троллейбусного парка, лауреат премии достижений. Предпесем Сергей Владимирович руководит больше 20 лет. У него обычная советская биография. Родился в Могилеве, окончил школу, затем политех. Отслужил в армии. Работать начал на КШТ. Оттуда перешел на завод сантехзаготовок. Параллельно учился на заочном отделении в Могилевской машинке. После окончания возглавил в ВУЗе лабораторию. А потом в его жизни произошел поворот, который и определил в дальнейшую судьбу Сергея Владимировича. В 1993-м его пригласили на работу в тогдашнее Могилевское троллейбусное управление, которое через два года Сергей Монастыренко возглавил. 90-е прошлого века временем были непростым. Могилевское троллейбусное управление было едва ли не на грани развала. Ну, во-первых, было сложно и для предприятия, и для меня как руководителя, потому что руководителя здесь уже не было. Я, будучи главным механиком, который отвечал чисто за техническое состояние машин, грузовых, специальных машин, пришел как бы пустой кабинет. И, конечно же, приходилось изучать эту работу на себе. Больше помощи было только с коллегами, с которыми я общался. В середине 90-х Сергею Монастыренко досталось тяжелое наследство. Подвижной состав был изношен почти на 80%. Половина машин вообще стояла без задних мостов. Редкие троллейбусы пассажиры брали штурмом. В депо приходилось ночевать, выходить ночью на выпуск. Это утренний, ранний выпуск. Достаточно сложное было время. И это продолжалось порядка 7-8 лет напряженного такого труда всего коллектива. И потом, понимаете, когда приходит новый руководитель, пытается как-то создать свою команду, к этому стремился. То есть было очень сложно работать. Кто в те времена пришел в команду Сергея Монастыренко, вспоминают, что работал директор по 25 часов в сутки. И это дало свои результаты. В начале нулевых Могилевское троллейбусное управление стало горэлектротранспортом. Для предприятия наступили золотые времена. Это умный, справедливый руководитель, который решал все вопросы, начиная с финансовых и кончая любым вопросом, техническим или это социальный вопрос. Он вникал во все, как говорится, все уголки нашего предприятия. В начале 2000-х почти полностью обновился подвижной состав. Горэлектротранспорт решил главную задачу любого перевозчика. Рейсы стали регулярными. Сергей Владимирович, ну а сами-то ездите на троллейбусах? Ну да, ну сказать о том, что я там постоянно, конечно, изучаю, есть кому этим заниматься, но в порядке профилактики, либо по домашним каким-то делам. Два года назад предприятие поменяло статус. Горэлектротранспорт стал пилиалом Могилев обл.автотранса. Его коллектив профессиональный и сплоченный. Работники говорят, нашим директорам легко. Наши работники всегда могут обратиться к нашему руководителю, с вопросами личного характера. И он в соответствии с ситуацией всегда поможет то ли делом, то ли словом. Выслушает каждую возникшую проблему. И обязательно поможет той-либо иной ситуации. Сегодня в троллейбусном парке номер 1 136 машин. Самый длинный маршрут – пятерка. Ее оборотный рейс – 32,5 километра. Самый короткий – 20-ти километровая тройка. На выпуске 89 машин в рабочее время, выходной – 58. То есть этого достаточно. Мы обеспечим перевозку по тем маршрутам, которые у нас умеются. Это шесть маршрутов. Сергей Монастыренко состоялся как директор, как муж, как отец и как дедушка. У него двое детей, подрастает 13-летний внук. Свободного времени у Сергея Владимировича немного. Но когда оно появляется, вместе с семьей он уезжает на любимую дачу. Внук у меня такой любитель. Он увидел, что я могу из дерева что-то сделать. Вот он мне теперь заказы размещает. То ножик видит, то такое. Я этим тоже пытаюсь заниматься, потому что это ребенок, ему хочется что-то сделать. Работа троллейбусного парка – это поистине космические цифры. За год могилевские троллейбусы перевозят 31 миллион человек. И за полгода проезжают 3,5 миллиона километров. Это 5 оборотных рейсов до Луны. Вторая половина августа – горячий аппарат для родителей могилевских школьников. Традиционно в городе работают школьные базары. Каждый день с 11 утра до 7 вечера возле парка аттракционов и крупнейшего торгового центра в микрорайоне Катемировка. Здесь представлен широкий ассортимент школьных и канцелярских товаров. Спортивный костюм, брюки, там юбку купили, всякие принадлежности теперь покупаем. Ну, у нас как бы все уже куплены канцтовары. Только так вот спортивную одежду, ну, пару блузок, пару рубашек. Скажите, что выбираете для своих детей в школу? Все. Выбирайте. Все выбираем. Ну, справляетесь на одном рынке или еще куда-то ходите? Ну, пока на одном рынке были. А что купили, если не секрет? Обувь, спортивная одежда, там нижнее белье. Что еще? Ну, сейчас еще что-нибудь прикупим. Сарафаны, юбки. Выбор достаточно? Качеством довольны? Ну, из того, что выбрала, то да. Все в школе, все в школе. Довольны? Да, очень. Тему купили по финансам как? Нормально. Не очень дорого. Справляетесь? Да. Минимальный потребительский набор для учащихся младших классов составляет 247 рублей, а для старших классов от 300 рублей до 583. Сюда входит школьная форма, обувь, канцелярские принадлежности. Если в школу идут сразу несколько детей, это уже значительная нагрузка на семейный бюджет. Уменьшить ее торговые сети предлагают с помощью рассрочек и банковских кредитов. На сегодняшний день наиболее актуальное наше предложение – это приобретение товара с использованием продукта «Рассрочка без переплат», либо наше уникальное предложение – карта «Рассрочка магнит». Это позволяет нашим клиентам приобретать товары, при этом нам возвращаются денежные средства без уплаты дополнительных процентов за пользование кредитом или за пользование деньгами. Торговые объекты заинтересованы в новых покупателях, поэтому охотно становятся партнерами банков. Ну а горожане, не переплачивая за покупки, разбивают сумму в чеке на несколько месяцев. И уже тогда подготовка к школе не становится такой обременительной. К новому учебному году о дитя будь надо почти 33,5 тысячи юных могилевчан. Именно столько учеников, по прогнозам, сядут за парты уже 1 сентября. В нашем городе двери откроют 37 средних школ, 4 лицея и 5 гимназий. У них всегда в кармане карандаш, а в голове масса новых идей. Профессия архитектора – одна из самых древних, но от этого не менее востребована. Чтобы поближе познакомиться с этой профессией, мы отправились в крупнейшее в области предприятие, которое занимается проектированием объектов «Могилев-граждан-проект». По сути, профессия архитектора – это заводаторы всей вот этой вот строительной отрасли. Профессия творческая. Но здесь очень много и своих тонких инженерных нюансов, очень кропотливый труд. Виталий Роговцов в профессии уже 12 лет. Мечтал об этом с детства. Архитектор уже не помнит, откуда появилось желание связать свою жизнь именно с этим делом. Может, кто-то подсказал, а может, увидел по телевизору. Так или иначе, он считает, что профессия выбирает человека, а не наоборот. Даже я скажу так, профессия больше любит людей. Не только человек профессию должен любить. Которые более усидчивые, наверное, вот так вот. Более смелые, более такие вот кропотливые. Какой бы творческой ни казалось, профессия архитектора 90% работы – инженерные подсчеты, проектирование, чертеж. Казалось бы, здесь нужен холодный мужской подход. Однако гендерные стереотипы разбиваются уже на пороге отдела. Здесь из 10 работников 9 девушки. Они уверены, что неважно, в чьей голове рождается идея – в мужской или в женской. Главное – ее реализация. Приходится принимать смелые решения, очень такие решения, обдумывать, переживать их. Это не только в процессе рабочего дня. Это можно и ночью проснуться, и вечером о нем думать, об этом решении. Потому что от этих решений потом зависит комфорт, состояние объекта. Перед тем, как сдать проект, архитекторы создают вот такие видеоролики, которые больше похожи на компьютерные игры. Здесь совмещается не только профессия архитектора, но и программиста, графического дизайнера и монтажера. Специалисты института готовы сделать практически любой проект. То есть институт оснащен от и до, как специалистами, так и техникой. Среди значимых проектов, реализованных здесь, в стенах «Могилев граждан проекта» и «Триумфальная арка» на въезде в город, и проект парка в Подниколье, и административно-деловой центр возле кинотеатра «Родина». А в скором времени появится еще два интересных здания на пересечении улицы Ленинской и проспекта Мира. Сегодня два торца жилых этих дома, они могут быть скучноваты, и эти два здания, они будут в стекле повторять немножко облик Белорусско-Российского университета. Они создадут презентабельный въезд в город, в сторону облсполкома, вот эту вот центральную часть. Профессия сложная, но очень интересная. Овладеть ее можно, не выезжая за пределы Могилева в архитектурно-строительном колледже. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Мы стираем обои, потом плутем, наверное, клеить, ну, готовим как бы стены к новым обоям. Тяжело? Нет, наоборот, в радости. Вот так бодро и весело учащиеся Могилевского технологического колледжа делают ремонт в студенческом общежитии. Около 300 человек с июля по август работают в составе волонтерских и студенческих отрядов. Трудятся ребята в стройтресте номер 17 в санатории «Чайка» на объектах Могилев-Зеленстрой. Стать бойцом трудового отряда не так легко, как может показаться. Естественно, идет предварительная запись в студенческие отряды. Естественно, это престижно. Ребята хотят поработать, заработать карманные деньги на расходы. Поэтому выбираем лучших ребят, которые работают в студенческих отрядах. Работают студенты и на благо колледжа. Убирают территорию, помогают приемные компании. Для одних стать волонтером – способ заработать, для других – скоротать время. А третий преследует совсем другие цели. Мы будем проходить по колледжу, по кабинетам и смотреть, что благодаря этому нам будет приятно учиться, находиться в нем. При этом будет ходить по колледжу. Смотришь, например, чувствуешь, что гордость получается, что это свою работу. Пока их друзья отдыхают на озере и загорают, ребята трудятся. Хотя все они утверждают, что и на работе им не дают скучать. У нас здесь тоже весело. Понимаете, до обеда мы работаем. После обеда у нас проходят разные развлекательные конкурсы. То есть даже если позволяет погода, мы находимся на свежем воздухе. Наши преподаватели физической культуры и здоровья проводят с нами. Играют в волейбол, баскетбол, футбол. Также устраивают различные спартакиады. Мы посещаем также экскурсии. Это буйническое поле, площадь славы, звездочет. Всего за время летнего отдыха 499 молодых могилевчан трудились в 44 студенческих отрядах. Студотрядовцы считают, что такая работа – отличный старт для начала карьеры. Студенты получают опыт и новые знания. Могилевская скульптура идет вперед. Есть такое впечатление у горожан. Ее шаги, а это значит новые, разные скульптуры, можно увидеть на улицах и в выставочных залах. Скульптура – часть городского пространства, его украшение – отличительная черта. Именно красивые и оригинальные скульптуры делают города и местечки особенными и придают им очарование. Вот последнее пополнение скульптура – просветительская. В парке у площади славы установили камень с макетом могилевского замка. Городской парк могилевы когда-то называли Николаевским и садом губернатора Домбовецкого. В советское время он получил имя писателя Горького, и хотя колесо обозрения и аттракционы давно переехали, он так и остался в лексиконе могилевчан парком Горького. Но по сути здесь замчище, с которого началась история города. Хотя видимых следов старины тут, увы, нет. Скажем прямо, в могилеве есть про что рассказать, но совсем мало показать. Памятники архитектуры исчезли в войнах, революциях и в смене эпох, поэтому утраченное наследство в какой-то степени могут заменить вот такие памятные камни. Автор могилевского замка на камне – скульптор Андрей Воробьев. Своя особливая рестаурация уже у иншем померы, правда, у иншем материале, але это для того, чтобы люди имели уявление, как было ранее. Идея общественного проекта «Час забирать камяни» принадлежит журналистке Елене Борисовой. Я лечу, что это наш первый камень с этого проекта, так и крывугольный камень. Зразуменно, что замка Шаткуль и распочинался город Могилю. И спадяюсь, что будет и остатне. Потому что, по-перше, будет, спадяюсь, знов таки, будет циканность и городжан, и приезжих, и туристов, и улад города, как вось гэтким чином расповесить историю города. Здесь замок начала 17-го столетия, а именно, 1604 года. Именно этим годом датируется сохранившийся инвентарный список. Но скульптор Андрей Воробьев вместе с въездными воротами, церковью и казармами нашел место для льва, мечтателя с крыльями и влюбленной парочки. Все-таки это художественное произведение человека, который любит свой город и знает, как сделать его красивым. В процессе это каждый день робить что-нибудь для города. И когда каждый будет это робить, то что день будет робиться по трошке, по трошке, лепш, лепш. И так до бесконечности. Еще один шаг вперед – выставка скульптуры Могилёя. Владимир Кононов проводит в областном центре кураторскую выставку под названием «Крохкие кроки скульптуры». Почему же шаги хрупкие? Я старый уже скульптор полувековой истории. Все новации, которые у Могилёвы отбываются, а они грандиозные. Лечу кровькими. До их относятся с повагой великой. И прямо за счастье. В выставке участвуют 10 авторов и известные опытные мастера, и совсем молодые творцы. Что нужно для участия в выставке – жить в Могилёве или родиться здесь? Как пример у Сергея Сотникова. Он работает в Витебске, но его работы стали частью Могилёвской выставки. Но в первую очередь выставка делается для творческой молодежи. Кураторские выставки Кононова проходят с 2014 года, когда в выставочном зале Музея истории Могилёва сделали ремонт. И что самое главное – современное освещение. В этом светлом зале работы смотрятся. Это важно, ведь выставка для скульптора и художника – это подиум. Узнаваемы работы Антона Тихоновца, участника пленера по керамике «Арджижи». Александр Меньков представил на выставке работы стилизованные под наимные детские скульптуры. А люди – люди разные. На каждую скульптуру свой зритель, на каждое свое мнение. Когда масса мнений – это отлично. То есть людей трогает эта скульптура. Рядом со скульптурами яркие картины Галины Кононовой. И известная могилёвская художница тоже с радостью наблюдает, как в Могилёве скульптура набирает силу. Соправды, это некий уздым, некий узплеск. Вильми такие... Я не веду, как воробьё узорки так склались. Я не саправдой так видать. Потому что и пленеры, и гэта яд, жижжень, и керамика – это всё в Могилёве. Разные материалы. Дельво, камень, металл. А вот сам Владимир Кононов, кроме скульптур, представил на выставке рисунки. В Мостоке он генератор, я генератор. У него мужик краху стишется, а я там просто набриняю и выдаю своё. Я вспомнил дятинство, я молевал олоками и выставил графику. Каждый скульптор представил на выставке то, что хотел показать людям. И это интересно. Для народа должна быть она интересна. Ну, для всех. В принципе, каждый автор старается что-то преподнести своё. Что творчество неугасимо, раз на этот путь стало, естественно. Потому что это уже моё, и оно должно быть до конца со мной. Если вы давно мечтали научиться танцевать, но у вас не было денег и времени, то прочь все сомнения. Теперь в Могилёве появились танцы на асфальте. Научиться танцевать румбу и вальс стало проще простого. И в шаговой доступности в прямом смысле этого слова. Проект «Танцы на асфальте» — это несколько площадок схем, которые помогут могилевчанам разучить самые популярные парные танцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, вы давно танцуете румба? У вас так классно получается? Нет, мы только сегодня первый раз попробовали. Но каким образом вы так вместе, каким образом у вас это все получилось? Ну, слаженность, командный дух. Ну, и нам помогали схемы. А кто у вас тут лучший танцор? Ну, тогда позвольте пригласить вас на белый танец, и вы мне покажете мастер-класс по танцу румба. Подержи. Угу. Позвольте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, было очень-очень весело. Особенно, когда сначала путаешься в ногах. А потом уже, когда начинаешь чувствовать партнера, то становится лучше намного. Ну, я думаю, что со стороны это очень смешно выглядело, но мне самой очень понравилось. А что тебе именно понравилось вот в этом танце? Ну, наверное, его, ну, может, подвижность в плане того, что движения какие-то, ну, достаточно, ну, не то, что необычно, но они отличаются от вальса, от такого более привычного всем. Всего в Могилёве пять таких танцевальных точек. В сквере «Сорокалетие Победы» и на перекрёстке по улице Островского вы можете попробовать свои силы в румбе. А вот если вы не сильны в вальсе, тогда срочно на набережную Днепра. Ребята, вы умеете танцевать вальс? Нет. А хотели бы научиться? Да. Было бы круто. Да, я думаю, вот эта схема для вас. Пойдёмте посмотрим и разберёмся, как танцевать вальс вместе с вами. В принципе, всё просто, шаг за шагом. Можете вот так научиться танцевать вальс. Пожалуйста, вашу площадку предоставляю вам. Правда? Да. Давай ты первый. Ребята, ну что, помогла вам эта схема? Да. Я думаю, да, очень здорово. Очень легко, всё очень просто. И пару раз пройдёшь, пройдёшь, и всё. И ты уже мастер, мне кажется. Очень алгоритмично показано. Очень здорово. Очень хорошая идея. Возле дворца гимнастики вас ждёт ещё одна танцевальная площадка-схема. А здесь обещают, что мы научимся танцевать фокстрот. Но это танец парный. Но, к сожалению, у меня парня нет. Поэтому надо найти молодой человек. А вот ты умеешь танцевать фокстрот? Ну, не знаю. Я предлагаю этому научиться вместе. Итак, давай становись слева от меня. Давай так. Руки давай. Так, оп. Ловкость ног и никакого мошенничества. Запасайтесь хорошим настроением. Берите с собой друзей и танцуйте в своё удовольствие. Могилёвские флюгеры. Они определяют, куда дует ветер в нашем городе и украшают его здание. А ещё флюгеры – это своеобразные обереги. Так флюгер-котик борется со злыми силами. А петушок хранит домашний очаг. Самый высокий могилёвский флюгер на городской ратуше. На нём изображение рыцаря, защитника города. Ещё один рыцарь охраняет могилёвский главпочтам. Больше всего флюгеров в Могилёвском частном секторе. Кстати, если на каждый дом поставить по флюгеру, то их окажется около 20 тысяч. Именно столько частных домов в нашем городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова